Каждая районная больница получит по компьютерному томографу. Диспансеризацию теперь не пропустит ни один житель отдаленных территорий. А еще причина задержки инсулина и привлекательные условия для медперсонала в целом и первичного звена в частности. Большой блок вопросов от жителей был посвящен медицине. Владимир Уйба, как и положено опытному врачу, разложил все по полочкам. Диагноз у отрасли непростой, но все лечится. Александра Головина продолжит. Когда в сельских больницах появится современное медицинское оборудование, чтобы не приходилось ездить на обследование в Сыктывкар. Хорошо зная, что из себя представляет первичное звено, в свое время Владимир Уйба и сам с него начинал, глава уделяет ему большое внимание. Оно и понятно, вовремя недиагностированное заболевание перетекает в хроническое или, что хуже, онкологическое. Тот случай, когда время не лечит, а наоборот. Нацпроект здравоохранения в этом плане – существенная поддержка регионам, больницам и поликлиникам с современным оборудованием, онлайн-сервисы для врачей и пациентов, ФАПы, транспорт, ценовиация и телемедицина. Все это для нашего с вами здоровья. Общий объем этой программы с 2021 по 2025 годы – 6 миллиардов рублей. При этом у нас было половина. В 2020 году, когда я обратился к Владимиру Владимировичу, Путину, президенту страны, я сказал, что нам мало этих 3 миллиардов, 2,8 у нас было, на периодическую. И он дал поручение рассмотреть и по возможности увеличить. Вот нам увеличили по возможности в два раза. Это очень серьезно. 6 миллиардов, рассчитанные до 2025 года, деньги не скромные, но и планы амбициозные. Современное диагностическое оборудование, а это рентгеновские комплексы, флюорографы, мамографы, планируют закупить для всех районных ЦРБ. А еще каждая центральная больница получит по компьютерному томографу. Аппарат просто необходимый, ковид – тому доказательство. При этом распознает не только коронавирус. Томограф дифференцирует разные сложные новообразования. Переход на эндоскопию – тоже один из важнейших пунктов. Бронха, фибра, гастро, колоноскопы – 155 таких приборов медучреждения получат уже до 1 декабря. Кроме этого, я сегодня буквально утром вручал очередные ключи от очередных автомобилей скорой помощи именно в сельские районные и ФАПы. В сельские территории. Значит, у нас общее, только по этому году мы уже вручили, уже поставили 52, 39 уже поставили, сегодня 30 и до конца года еще 52 автомобиля. И это только один год. До 2025 года у меня с общей поставкой там более 250 единиц автотранспорта. Это скорая помощь и санитарный транспорт, ну вот те же УАЗы, которые нам крайне нужны на селе. Но за любым, даже самым современным оборудованием стоит человек. А в случае медицинских кадров – опытный специалист. И в таких коме сейчас остро нуждается. Это 600 врачей и почти столько же среднего медперсонала. При этом специальные программы типа «Земского доктора» за последнее время оснастили регион четырьмя десятками специалистов. В масштабах республики это откровенно мало. Владимир Уйба предлагает кардинально иной, новый для регионов подход, а именно внедрение системы работы врача общей практики. Специалист будет зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, не относясь к участковой службе. По задумке за врачом закрепляется около 2000 пациентов с душевым нормативом по полису ОМС. Сегодня это примерно 8 тысяч рублей в год на человека. Прикрепляем 2000 человек. Мы знаем, что у нас у каждого есть полис ОМС. И по каждому у нас душевой норматив есть. Примерно 8 тысяч рублей в год у каждого человека. Полис работает, ну там сейчас многие удивятся и скажут, так как же мы вообще лечимся. Ну здоровье платят за больного. То есть кто-то не обращается, да, и соответственно эти деньги идут на больного. Вот 8 тысяч рублей на одного человека. Соответственно, вот 2000 человек, которые мы прикрепляем к этому врачу, у него бюджет 16 миллионов рублей в год. Значит, но мы говорим, что мы не можем отдать ему 8 тысяч. Почему? Потому что часть людей пойдет в стационар с его участка. Соответственно, мы должны отдать 50% на стационар. Но даже из 16 миллионов, оставив 8 миллионов рублей на индивидуального предпринимателя, врача в общей практике, мы имеем совершенно другой уровень оказания медпомощи. И другой уровень оказания медпомощи очевиден, ведь врач в общей практике имеет сразу 5 специальностей. Терапевт, хирург, невролог, кардиолог, гинеколог и педиатр. В условиях острой нехватки узких специалистов новаторская идея, кажется, поможет решить проблему. Задача на следующий год подготовить так называемую «золотую сотню» – 100 врачей общей практики. Они пройдут годовой курс дистанционного обучения. Еще одно новшество будущего года – выездная бригада врачей, которая будет работать в отдаленных территориях. Теперь диспансеризация для сельских жителей станет доступна. При этом республика получила финансирование на привлечение врачей из других регионов. А это существенно разгрузит наших специалистов. Приглашаем на работу не из республики, чтобы свои кадры не обкрадывать, а приглашаем извне. 10 лет контракт. То есть ты живешь в служебной квартире, квартира по составу твоей семьи. У тебя, допустим, 3 человека, ты живешь в 2-комнатной квартире, 4 человека, ты в 3-комнатной квартире. Но 10 лет квартира тебе не принадлежит. Она государева, она служебная. Ты живешь и работаешь. Тебе платят плюсом к твоей зарплате еще 300%. Эти деньги тоже нам дали. Потому что разъездная работа. Иди попробуй, найди людей, чтобы он весь год, ну за исключением 2 месяцев отпуска, чтобы он весь год ездил по деревням и селам. До конца года в республику поступят КАМАЗ, прицепом и диагностическим блоком, включая маммограф, рентген, УЗИ и другое оборудование. В дальнейшем специальная машина отправится на диспансеризацию в районы республики. Такие условия в перспективе сэкономят миллиарды на спасение людей от инсультов, онкологии и других заболеваний, не выявленных на первых стадиях.